Следующий глагол, на который мне хотелось бы с вами обратить внимание, называется настоящим продолжительным, или же present continuous. Давайте мы сначала с вами обозначим это на доске. Present continuous. Present continuous, а, настоящее, продолжительное. Present continuous. Следующая форма глагола, и на самом деле не такая уж и сложная. Самое главное, нам нужно поверить то, что в данной форме используется у нас обязательно глагол be, а также присоединяется ингловое окончание к основному глаголу. Как это выглядит? Это выглядит следующим образом. Например, I am writing this on the whiteboard. Например, так. У нас используется глагол be. Я думаю, что вы понимаете, почему я использую глагол be в форме M, потому что я говорю о себе. Если бы это было о, допустим, о нем, они или же об этом, he, she, it, мы бы использовали глагол is. А если бы мы говорили о ком-то во множественном числе, we, you, they, мы бы использовали глагол are. Ну, самое главное, конечно же, не это. У нас глагол be, а также инговое окончание. Так. Как я уже говорил ранее, мне не хотелось бы слишком много обращать внимание на то, какую мы форму используем в отрицании, в утвердительном предложении или же в вопросе. На мой взгляд, более важно, конечно же, нам понимать, в каких случаях мы используем данную форму глагола. Итак, для того, чтобы это увидеть, давайте мы с вами вернемся к нашей временной линии. The timeline. This is now, the future and the past. Настоящее время – это будущее, это прошедшее. Хорошо? Итак, первое и самое главное, самое основное, самое важное. Ну, наверное, на любых курсах или же в любых классах вы, наверное, будете обращать внимание как раз на вот это основное значение. То есть, present continuous или же настоящее продолжительное время используется, указывая на те действия, которые происходят прямо сейчас. Прямо сейчас, в момент этого разговора. Вот, допустим, если я говорю о том, что я что-то описываю или что-то рассказываю, я, опять же, использую present continuous. Why? Because I'm speaking right now. I'm writing this on the whiteboard, yes? И это действие, которое было начато немножко ранее, продолжается и наверняка будет продолжаться чуть позже, чем сейчас, да? Но это происходит именно в данный момент, в момент разговора. I'm speaking to you at the moment. I am speaking to you. You are listening to me or you are watching this video. То есть, вы сейчас смотрите это видео. Ну и так далее. То есть, то действие, которое происходит прямо сейчас, в момент этого разговора. Следующая функция или же следующий случай, когда мы используем данную форму глагола, это действие, которое совершается в данный период времени, но не обязательно прямо сейчас, и имеет временный характер. Временный. Temporary. Если вы помните, мы говорили с вами о простом настоящем времени, да, present simple. И там мы подчеркивали постоянство, то есть то, что происходит либо регулярно, либо происходит на постоянной основе. Permanent. Там было ключевое, но слово permanent. Когда мы говорим о present continuous или же настоящем продолжительном времени, то здесь у нас уже ключевое слово temporary. Временный. Temporary. Action. И даже если мы делаем какое-то действие на регулярной основе, но это действие имеет ограничение во времени, допустим, ограничено это неделей, или же этим месяцем, то мы используем уже present continuous. Ну, например. I'm reading a very interesting book at the moment. Or I'm watching an interesting serial at the moment. Or this month, this week. И хотя я не говорю о том, что происходит именно сейчас в момент разговора, то есть в данном случае я сейчас ничего не читаю, но по той причине, что я читаю книгу, какую-то очень интересную книгу, в этот период времени, но не обязательно прямо сейчас, но это имеет временный характер, то я использую уже, конечно же, present continuous. Если я читаю какую-то книгу на регулярной основе, и это является стилем моей жизни, допустим, я читаю Библию, то тогда, конечно, в таком случае я уже буду использовать present simple. I read Bible every day. Но если мы не говорим о Библии, или же мы не говорим о чем-то, что имеет постоянный характер, то, конечно же, нам стоит предпочитать present continuous. Это то, что касается данной функции. Следующая функция. Если мы говорим о действиях, которые мы запланировали на будущее, это то, что относится к нашему расписанию. Мы запланировали его ранее, чем сейчас мы говорим. И вот мы, допустим, говорим о завтрашнем дне, о совещании в три часа. То мы, опять же, используем present continuous. Почему? Потому что мы говорим о действиях, которые мы не запланировали на будущее, и мы запланировали их ранее, чем сейчас. Ну, например, I'm having a meeting tomorrow at 3 p.m. I'm having a meeting tomorrow at 3 p.m. У меня завтра совещание в три часа. Опять же, немножко хочу вернуться к простому настоящему времени, как мы с вами уже говорили, да, и там тоже есть расписание, тоже там есть timetable, но там расписание не было создано мною, или сформировано мною. Там было расписание, которое было создано кем-то другим для кого-то. То есть, ну, допустим, для меня. Мы можем говорить с вами о поездах, да, или, допустим, мы можем с вами говорить о расписании телевизионных программ, или же обучающих программ, ну и так далее. Но если это кем-то, то это present simple. Но если я говорю о своем расписании, то, что я уже определил, то, что я уже обозначил, назначил, я уже всех предупредил, I'm watching a very interesting film tonight. I have already decided. Я это уже решил. Я решил это ранее. Я использую present continuous. Я хочу отметить, опять же, провести небольшую параллель, или же также разницу, между тем, когда я принимаю решение в момент разговора о будущем, и то решение, которое было принято раньше. Дело в том, что, если я принимаю решение в момент разговора в отношении будущего, я уже буду использовать I will. I will watch TV tonight. Я принимаю решение в момент разговора. Но если я это решил ранее, использую present continuous. Хорошо? Опять же, об этом немножко напомню позже, когда буду говорить уже о будущей форме глагола. Сейчас, на данный момент, очень важно что-то нам заметить. То действие, которое происходит прямо сейчас в момент разговора, это раз. Второе, действие, которое происходит в этот период времени, но не обязательно сейчас, и также имеет временный характер, то, что я запланировал на будущее, и запланировал это ранее, чем я сейчас говорю. I am having a very nice dinner tomorrow with my family in a beautiful restaurant. Завтра я ужинаю со своей семьей в хорошем красивом ресторане. Так, это третье. Но это, конечно же, еще не все. Мы используем также present continuous в тех случаях, когда говорим о чем-то, что меняется. Либо это может быть тренд, какой-то тренд, или же какое-то изменение, возрастание, это может быть убывание, все что угодно. Допустим, интересный тренд наблюдается сегодня, больше и больше людей покупают смартфоны. Например, more and more people are buying smartphones. По той причине, что количество людей увеличивается, мы используем present continuous. Или же, допустим, the overall economy is getting worse. Может быть. Если этот проток происходит, то вся экономика, мировая экономика, она становится хуже. Если это происходит, то мы опять же используем present continuous. Это следующее. Также мы используем present continuous в тех случаях, когда говорим о чем-то, чем мы раздражены. Вот, допустим, человек нас раздражает. Он на регулярной основе или так вот достаточно часто курит в офисе. И вот для того, чтобы подчеркнуть мне, не тот факт, что он постоянно курит в офисе, или же всегда, а то, что меня раздражает, я использую также present continuous. Ну, со словом, допустим, always или же forever. Ну, например, так. He is always smoking in the office. Я мог бы сказать he always smokes, но в то причине я не вкладываю никакого такого личного мнения или же личной интерпретации. Просто вот я констатирую факт. Но если я хочу сказать то, что это меня раздражает, he is always smoking in the office. Or she is forever coming late to work. She is forever coming late to work. То действие, которое происходит на регулярной основе, но это не present simple. Present continuous со словом forever или же always для того, чтобы передать раздраженность или же непризнь. И последнее. Мы используем также present continuous тогда, когда мы описываем картинку. Picture. Oh, look at this picture. Woman. This woman is sitting on bench and she is talking to her little kids and little children. То есть, то действие, которое, как мы видим, происходит сейчас либо на фотографии, либо на какой-то картинке. Итак, present continuous. I am doing something. Мы используем в ряде случаев. А именно, мы описываем те действия, которые происходят прямо сейчас в момент разговора. Раз. То действие, которое происходит на регулярной основе, но ограничено временем. Каким-то интервалом, который происходит в этот период времени, но не обязательно прямо сейчас в момент разговора. Третье. То действие, которое мы запланировали на будущее, но запланировали это ранее. То есть, мы не говорим, не принимаем решение в момент разговора сейчас. Также мы используем present continuous, когда мы говорим о тренде или же об изменении, об общих каких-то переменах. Следующее мы используем также present continuous, когда мы говорим о тех действиях, которые нас раздражают и которые имеют повторяющийся характер. И то, что мы видим с вами на картинках, фотографиях и так далее. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова